Дороги начинаются отсюда. Карьер Селингинский 1 производит 230 тонн щебня в час. За крепостью и морозостойкостью следят независимые эксперты. Позже материал отправят на асфальтобетонный завод, запустить который обещают уже в мае. В этом году в планах произвести 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. За 8 километров трассы от федеральной дороги до въезда в Улан-Удэ взялись в июле. Впервые за 30 лет. Да и раньше тут лишь засыпали ямы, капитального ремонта не было. Между тем 15 тысяч машин курсируют здесь каждые сутки, в том числе и большегрузы. Ремонт стоит более 400 миллионов рублей. знаки будут, пешеходные переходы будут с подсветкой, со светодиодной, то есть знаки пешеходных переходов. Ну и вообще тут будет еще 18 павильонов стоять, то есть 9 остановочных пунктов. Работникам предстоит еще положить верхний слой асфальта, как только у стаканеца плюсовая температура. Закончить ремонт целиком обещают до конца октября, а вот дальше трассу в сотых кварталах полностью завершат уже к концу лета. В 2017-м ее расширяли до четырех полос. Сейчас работы ведутся у самого въезда в город. В целом у нас по агломерации в этом году 67 объектов. В этом году мы должны ввести в эксплуатацию 112 километров. В прошлом году это было в два раза меньше. Протяженность дорог у Лануденской агломерации 864 километра. В нормативном состоянии сегодня 36 процентов. К концу года планируют поднять этот показатель до 56. Однако ремонтные работы на этом не закончатся. Программа «Безопасные и качественные дороги» действует до 2025 года. Баир Цедыпов, Инесса Дондукова, Бато Гармин. Новости дня.